Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в 7 Days to Die, и сегодня нас ждет действительно уже решающий финальный бой, я так каждую неделю говорю, да, ну, игровую, но сегодня уже вот прям самый-самый решающий, после чего мы с 7 Days to Die, пожалуй, закончим на какое-то время, будем ждать каких-то следующих интересных обновлений. Чем я здесь занимался, кроме того, что цветы в вазончике поставил, да, для того, чтобы как-то поприятнее было, очень интересная шахта у меня получилась, давайте быстренько сгоняем, посмотрим, свет включим, сейчас время у нас немного есть. Так, так, я туннель не доделал, потому что решил покопаться тут немного, вот тут немного решил покопаться, блин, темно сейчас, да, днем здесь лучше видно, короче, здесь шахта, я думал, ну, докопаю до верху, когда там руда закончится, и буду потом планомерно вниз все-все-все выпиливать, выкапывать. И копал я, копал, тут везде уголь, 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 потом началась селитра, потом началась железо, и копал я так вверх-вверх, и копал, и копал, и еще копал, а потом начался снова уголь, я копал, копал, а вот там вот чуть-чуть выше уже, как бы, выход, ну, в смысле, поверхность, оказалось, неожиданно. Поэтому я там все зацементировал, на всякий случай, от греха подальше, во много слоев, и, да, это было интересно здесь покопать с нашим новым скиллом на 20% уничтожение блоков, этого, да, при майнинге, руды именно. Это было клево. Так, давайте мы сейчас поставим байк здесь, оп, оп, чик, чик, вот так. Ну и, я думаю, дверь здесь можно будет тоже закрыть. Напомню, у нас этот сезон был на 25% лута, на максимальной сложности, на безумии, с 32 зомбями затик, и с 120 минутами в сутках. Был довольно интересный опыт для меня, крафтово-строительный такой получился, из-за того, что я не ожидал, что 25% лута, это примерно 0, как, вот, игра говорит, да, показывает, точнее, да, на практике. Поставил я здесь еще один генератор и подключил к этому генератору через кнопочку, через выключатель турели, которые направлены сюда, чтобы в спину зомбям стреляли. Там не так, в принципе, много патронов, поэтому мы турели, наверное, будем включать немного позже. Давайте сейчас еще выключим вот это вот дело и отремонтируем все, что можно и нужно отремонтировать. Возьмем сразу ресурсы, которые нам понадобятся для ремонта. Также скрафтил я гранатомет, который меня немного огорчил, потому что у него оказалось 20 урона по блокам. Это больше, чем я планировал. Я думал, будет так же пятерочка, как и у... Этого... Как и у... Пайпбомб, например, да. Но у них, как бы, сам по себе урон не слабенький такой. И 20-очка, ну, по блокам, ну, переживем. Но стрелять будем уже, когда не будет блейдтрапов, например, да, куда-то туда и тогда. Также скрафтил еще одну винтовку, но она оказалась хуже, чем та, которая у меня. Даже если моду вытащить, с моей там все равно разница в десятку урона, даже с лишним. Вот, хотя на один патрон больше в обойме. Но все равно не то. Так, возьмем побольше патронов, запасаемся. Перегруз не страшен, да, как я уже говорил, у нас чудесная книжка есть. Которая избавляет нас от перегруза, когда наступает ночь и тьма. Так, идем... Надо было по центру пойти, поремонтировать. 20 минут осталось. Что тут надо отремонтировать? В два слоя. Звук, как от горящего зомби. Нет? Что здесь горит? Что это за фигня? Ладно, мы пока врубаем снова вот это дело. Тут закрываем двери, тут закрываем двери. Эти двери тоже закроем. На всякий пожарный. Да, я хотел поставить еще этот... Шип один вот сюда. Мы там отремонтировали вроде бы, да? Больше ничего нам там не надо. Четыре турельки. В СМГшной турели 900 патрончиков лазит. В принципе, неплохо. А в эти, в турели попроще, как попроще, которые... Ну, попроще, а не, да, уровнем пониже, с дробовиком турели которые. Там помещается... 450, по-моему. Давайте мы еще, может быть, сталью вот этот ряд зальем. Сталью вроде есть какое-то количество, да? Хотя нам понадобится на блейдтрапы, на их ремонт тоже немало, наверное. Да. А есть у меня еще... О, еще 300 есть. Хорошо. Тогда, я думаю, мы можем себе позволить. Быстренько. О. О. О, о, о. Пора бежать. Пора включать. Я забыл, кстати, да, что у меня включается-то все здесь. Давайте, может быть, я быстренько, действительно, еще все-таки, пока там зомби идут, собираются. Привет. Че-то их только двое, и че-то они решили поломать здесь. О. Ух ты. Эй, во-воу. Смотрите, да, что-то странная фигня какая-то с шипами. Ух ты, елки-палки. Лаги пошли какие-то такие. Я шипы поставил? О. 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 Это было вообще не по плану. Начало что-то мне совсем не нравится. Во-первых, пришли сразу копы зеленые, да? Самые адовые такие. Ребята. Все, сейчас ремонтируем. Блейстрапы вот эти, которые пострадали. Вот эти тоже пострадали. Там еще опять взорвался. Не, вроде нормально, вроде крутится. Пошли, пошли, пошли отстреливать быстро все вот это дело. Турели, я думал, попозже включать. Но когда сейчас копы... Поперли. Я даже не знаю. Вообще странно, что раньше нам шипы не мешали. Шипы стояли и зомби нормально пёрли ко мне по прямой. Может была какая-то обнова и что-то поменяли в их поиске пути. Ну ладно, вроде идут. Плюются там сверху полицейские. И очень странно, да, то, что в первой волне сразу копы зеленые. И все зеленые вообще, смотрите. Каждый второй зомби зеленый. измен What is that? Это вообще что творится? Каждый blindly пользуется я неまだ аромат. Раз ancestral Что творится, их 축需要生, коль Square Day, в лесу Prabля, у них здесь что все пишут? Ой! Так, умер, хорошо. Мне интересно, что у нас на прошлой арде было три волны, да? Первая обычные зомби, потом с полицейскими, а потом демолишеры. Мне вот даже чисто любопытно, что же будет дальше. Но уже как минимум я рад, что мы дождались эту ночь, потому что это... Ребята еще говорили, да, вот у меня сейчас геймстейдж 230. И после прошлой ночи он был 190, да, как бы, ну, поднялся не так уже сильно. На сороковочку. А такая разница в арде. Вот ребята говорили в прошлой серии, типа, мол, в этом. Геймстейдж у тебя не сильно поднимется, как бы, и арда будет примерно такая же, как и прошлая. То есть уже не так интересно, мол. А тут вот оно еще. Я предлагаю пойти еще поремонтировать блейк-трапа, к примеру. И не только блейк-трапа, да? О, тут нет уже. Эп, оп, 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 нет, 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 нет. Это он плевать собрался или умирать? Блин, тут некогда ремонтировать, вообще ничего. О, 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 о. Господи, это больно, это страшно, это вообще какая-то дичь. О-о-о-о! Поремонтировали Блейдтрапа, да? Лучше бы я отстреливался, наверное. самая интересная ночь только началась а у нас уже обороны нет почти ну самая основная оборона это то что зомби замедляются и то что мы их отстреливаем и нам главное не слить блейдтрапы которые возле нас возле заборчика вот этого возле которого мы дежурим сейчас пока перезаряжать не успеваю на время посмотреть сколько там было двенадцать так лучше идет немного когда мы просто стреляем так там вот эти ребята куда-то заворачивают мне не нравится совсем Но, кстати, ни одного паука нет. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай-давай-давай, ремонтируйся, ремонтируйся. Быстрее. И как-то зомби очень мало. Может, там стервятники снова разбушевались. Ух, как, смотрите, да? Одного, в одного стрельнул, короче, и двое умерло. Красиво только что, четко было. Видно. Пенетрацию. О-о, тихо-тихо-тихо. Так, не, надо пойти поремонтироваться. Вроде, ну, как, поменьше, да, сейчас народу. Только не видно, что ремонтировать. Потому что все вроде сломано. Как бы, как будто бы ничего и нет вовсе. Это не то, что надо было ремонтировать. Это тоже не то. Все. До тех не достаю. Все-все-все, идем. Не, нормально, держимся вроде. Давай, 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 давай. Сейчас мы с этой стороны что-нибудь попробуем подлатать. Все, вроде пока более-менее. Что тут за... Что-то сломалось. Блин. О-о-о, пошла жара, да? Куча зомбей. В касках уже, да, зеленые пошли. Как раз пробивание брони будет сейчас... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. А вот пауки... Пауки мне не нравятся вообще. Там кто-то копает. Второй копатель. Там, кажется, я лестницу скоро сломаю. С пробиванием. Как раз вот, да, на уровне голов. Лестница всем. Разбита с двух сторон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Всё с зеленью, вот весь пол зелёный Тут какие-то ребята некоторые, да, по краям идут Против системы идут Так, чё там у нас? Как-то освещение поменялось очень сильно Мне чё-то страшно становится, давайте врубаем Ну давай, игра Напомню, проблема прошлой ночи с турелями была в том, что я не нажал на кнопочку Lock Amour Без этого турель стрелять не будет Ну а сейчас турели все стреляют бодро У СМГшной турели помещается, я говорил, да, 900 патронов У турели с дробовшом помещается 450 Интересно просто, насколько быстро они выстреляют всю эту обойму Так, надо пойти поремонтировать Всё, что можно поремонтировать, потому что чувствую сейчас Попрут демолишеры Да, он рычат Я сначала Было понадеялся, что вроде всё Но нет Это ещё не всё Но демолишеров нет, пока Где-то какие-то турельки А не турельки, а блейктрапы А, вот эти тоже, да? Не в очень хорошем состоянии В реле, смотрите, хорошо работает Реально, правда, патроны у них закончатся, да, и всё Ну, придётся их пойти перезарядить Вообще, слушайте, вот это вот похоже уже на то, как была Вот эта вот финальная волна с демолишерами, когда по три зомби там приходила На прошлую О, о, нет, 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 нет Я сам ему туда стрельнул Я сам ему туда стрельнул Ну, значит, да, всё, всё, всё по плану Демолишеры идут по расписанию Турели уничтожены Надо же было так Взял и сам туда зарядил Но Все вот эти турели, блейктрапы Это всё как расходники Нужно воспринимать, не больше Главное, что мы Живём Пока что Зато стали укрепил всё Ну и у нас ещё есть гранатомёт, который мы так и не спробовали А, надо перезарядить его на вот эти патроны Левелап Я три уровня уже поднял, да, по-моему? Вроде я на 70-ом начал Какая-то из блейктрап трещит Еле-еле Не могу понять только какая и где Кому тут плохо А вот это явно нехорошо было на самом деле Это просто И фонарики мои там все Факелы были уничтожены Из-за чего я не вижу Ну хуже вижу, да? Что там происходит Вдалеке О, смотрите, это работает Турелька Красота какая Все, конечно, две жалки Можно попробовать перезарядить турели вот этим У меня есть немного Вот этих боеприпасов Вот эти тоже можно взять А тут у меня в крафте, да Пойдём попробуем Как я могу там Лок-анлок Сделать во время стрельбы О, смотрите, да Можно анлокать я Ну давай, давай А, я не могу заряжать Вот эти Ух ты Все правильно Все, все, все Порядок, порядок Перезарядили немного Тут у меня было ещё Капелька для СМГшной Но СМГшной турели, конечно, выстрелили Всё Полностью Там, по-моему, демолишер Вот это Ему вроде бодро в спину настреливало Да, турелька? Турельки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну, поначалу было очень страшно Сейчас как-то поспокойнее, но тоже расслабляться не стоит наверняка Сейчас ремонтируем винтовку Субтитры сделал DimaTorzok Дсмг в натурале уже типа все, отстреляла снова весь свой боезапас Фух, 2.35 О, ну как так-то, ну Пока туреля Пока спуск Мне вот интересно, я сейчас не уверен, я попал по взрывчатке или турель попала как-то Но зато мы теперь можем смело стрелять из гранатомета Что-то эти ребята не хотят умирать от гранатометов все равно Я вот что-то понять не могу, ракета от гранатомета проходит насквозь, сквозь цели Пал к моим ногам Демолюшер зато поперли, да, как-то бодрее Самое смешное, что взрыв из гранатомета не делает ничего для демолюшера Ну я имею ввиду, не взрывает С-4 По-моему реально гранатомет, ракета из гранатомета просто насквозь проходит Продолжение следует... Ну, реально, орда как-то совсем другая, да, не такая, как прошлая была. И мы просто гранатометом в хламу расфигачили весь наш этот пуск чудесный, который мы так строили. Причем даже сталь, там у стали по 7000 прочности. А у гранатомета 20 урона по блокам должно быть. У этих зарядов. Или может быть 20-20, а там плюсуется еще что-то к этим 20-ти. Короче, непонятно. Но работает эффективно достаточно. Не считай наши потерянные блоки, а. Еще идут. О, демолишер. Мне даже интересно туда пойти посмотреть, что там за дыры образовались. Насколько эти дыры жесткие. У нас сейчас ночь закончится, алло. А мы еще не исчерпали наш лимит по зомбям. Непорядок. Умер. Умер. Там у нас взорвалось два демолишера и... По-моему, два полицейских зеленых. О, стоп, там демолишер. Не отвлекаемся. Кажется, у него заработала... Кнопка у того, который, по-моему, взорвался как раз так. Понятно было, что взорвалось, или наша ракета, или демолишер. Ну, по-моему, он дошел до блейдтрапа и... А я думал, мы сако закончили уже. Как так-то? Давай. Не, еще бегут, ну. Вот, смотрите. Причем вяло так бегут, да? Ну, никуда не годится вот это вот. По одному зомби в грандометном отстреливать. Это мощно. Мощно. Мощный финал у нас, да? Может, они там где-то заблудились? По идее, зомби, которые после арды остаются, они, они остаются. Нужно будет с ними разбираться потом. Не, ну, на самом деле, грандомет довольно неплохо себя показывает. Не считая того, что он наши блоки уничтожает. Но если просто сделать вот такой вот туннель более длинным, как ребята говорили, делать предбанник без блейдтрапов, без ничего такое еще, да? Тут просто вопрос в том, захотят ли зомби идти, как бы, в длинный туннель. Вот, ну, могут захотеть. И, если так, с длинным туннелем, то можно будет фигачить грандометом вовсю. Ну, все, закончились, наконец-то. Мы до рассвета справились за пять минут. Или они просто реально где-то там застряли все. Ну, мы там сейчас пойдем, посмотрим. Полечимся еще разочек. Я думаю, можно уже отключаться, да? Вот это, вот это, вот это. Вот это тоже можно отключить. О, очки на лут надо одеть. Я их не наделал, вот так. Пусто. О! Шикарный дроп, пусто. Так, тоже пусто. Тоже пусто. Вот это, конечно, это вообще, это... Это зрада. Когда сумки е... Ух, шестое копье. О, турель даже одна осталась, не взорвалась. Не, ну смотрите, тут только вот эта лестница проломилась под нашим натиском. И то мы ее с снайперкой раздолбили. Кстати, а вот там... Чего-то не хватает тоже. Что здесь щелкает? Здесь как будто бы турель есть. По звуку. И музыка какая-то играет. Сверху у меня там вроде ничего нет. Сейчас я барахло выложу немного, а то перегруз такой. Пойдем посмотрим, что там творится. Цемент вообще не понадобился. Сколько стали? Стали много. Осталось мы не так много потратили, как я думал. Решеточки нижние. А, нет, отсюда тоже. Что-что? Что такое? Ну какой-то баг, наверное, с озвучкой турельки. Так. Вот тут они блок выковырили. Сто пудово выковырили. Там он был. Ни одного стервятника нет. Никого. Ничего. Ну, в целом... Мне издалека казалось, что здесь гораздо больше... Что тут вот везде дыры. Но пол держится нормально. То есть нормально блоки стальные выдерживали повреждения. Более-менее. Да, вот это вот могло обвалиться еще. Частично. Но как бы... Оборона выстояла. Мы выжили. Это самое главное. Мы смогли. Даже несмотря на то, что началось все как-то странно. И вот шипы, которые я поставил... Что-то заставили... Маленькие шипы, у которых прочность там сколько, я не знаю. 500, наверное. Ну, немного, да? Заставили зомби ломиться вот куда-то сюда, в эти стенки боковые. Хорошо, что я тут еще сверху укрепил. Ну, что-то, короче, странное было. Тут... Почему вот тут? Наверное, плюнул, да, этот? Один из полицейских. И у него на три разделяется. Блевок его и, наверное, просто попал по этой штуке. Поэтому ближайшее здесь. Это и не было. И, кстати, тут тоже сломалось. Сверху. А, ну это сверху, наверное... Он попал в верхнюю и сверху вниз упало. Да? Поэтому все поломалось. И тут тоже нету. Ой, как-то странно. Надо... Более... Большие полублоки ставить, наверное. Или как? Я даже хз. Но мы выдержали. И даже получили забавный трофей. Мы можем еще поставить на него забавный мод. Единственное, что у нас есть шестого качества за... За всю игру. Блин, я не покупал, что ли, этот огненный мод? А, вот он. Вот он. И вот этот можем. Адамантовая... Ладно, не адамантовая, а алмазное лезвие. О, тихо, тихо, тихо. Подожди. Где там оно? Куда? Сюда. Ох! Это, конечно, сильно. Это тоже. Ну, вот, пожалуй, и все, ребята. На этом мы будем заканчивать. Крепость наша выстояла. Дальше можно улучшать эту оборону еще больше, еще сильнее. Ставить вот здесь. По бокам турели. Не там, где я поставил. Да, вот на вот этом ряду турели. Единственное, что я так и не придумал, как их ставить. На полублоках не поставишь. А если они будут стоять просто на земле, то вряд ли они будут попадать по врагам. Тут, короче, тоже надо подумать. Но есть куда расширяться. Можно здесь поставить СМГшных турелей. Вот целый ряд, которые будут отстреливать по спинам противника. Вот сюда тоже можно поставить. Да, ну, есть как бы к чему еще стремиться и как улучшать эту оборону, чтобы она была более живучей. И это еще при учете того, что я последние два дня поставил в настройках игры время на 10 минут в сутках, чтобы было. На 20, по-моему. Пока-то патрончики у меня там докрафчивались как раз. На СМГ вот этим. И просто проскипал последние два дня, чтобы меньше времени на это потратить. Зато серия вышла не через день, а на следующий, как не планировалось. Ну вот. Но зато два часа я себя... Два часа? Четыре часа я себя сократил. И, то есть, ну, последние реально два дня было нечем заняться. По торговцам на 28-й день я не ездил, потому что, опять же, это было уже... Мне казалось ненужным, потому что я поверил, что вот, как ребята сказали, да, геймстейдж у тебя там не сильно поменяется. И как бы из-за этого... О, я, по-моему, открывал геймстейдж, показывал в самом начале до арды. И тут было написано, сколько зомби было убито. О, жалко, я не могу перемотать во время записи и посмотреть, сколько там было. Ну, короче, можно посмотреть, да, сколько зомби за эту ночь было убито. Пять смертей за эти, сколько, 60 почти часов, да. И то все они были в самом начале, когда нас там волки просто жрали по КД, и все. Ну, и на этой чудесной ноте, я думаю, мы будем заканчивать. Всем спасибо, что смотрели данное прохождение. Мы к 7 Days to Die еще обязательно-обязательно вернемся, но пора пока что закончить, чтобы не получилось так, как с Римвордом, да, когда я там в 90 серии в одном сезоне в последнем записал, и все. И теперь я, когда вспоминаю о Римворд, у меня какие-то рвотные позывы проявляются. Блин, смотрите, какие тени классные. Мне определенно нравится, как 7 Days to Die развивается. Медленно, конечно, но лучше медленно и стабильно, да, чем как многие игры в раннем доступе просто умерли. Вот сейчас на игру даже и смотреть приятно. Не всегда, конечно, но в целом-то приятно, если сравнивать с тем, что мы в первых наших сезонах, я не помню, какая там альфа была со Славиком, когда мы там угорали и просто проваливались сквозь текстуры, которые просто не успевали загружаться, да, и умирали из-за этого. Вот, и как тогда игра выглядела, и как она сейчас выглядит, мне прям очень нравятся все эти изменения. Много всего интересного, и прокачка более-менее интересная получилась, и оборону можно по-разному делать, да, и эксплоринг тоже клёвый. Короче, здоровски. Поэтому, да, к 7 Days to Die мы ещё обязательно вернёмся. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии. Продолжение следует...